Наконец-то это свершилось. Если улитки до сих пор это не пофиксили, то будем считать, что это баг, а не фича. Могу всех поздравить с апом барабанных танков в War Thunder. Теперь боевая укладка в первую очередь пополняется не 30 секунд, а всего лишь 4. Благодаря этому теперь вы можете брать спокойно 30 снарядов, зная, что вы все можете их отстрелять. Раньше я брал максимум 25, ну или в районе 20, потому что после отстрела барабана перезарядка одного снаряда была около 30 секунд. А если у вас 2 член и вы еще под дебафом, то пополнение одного снаряда могло достигать и вообще секунд 40. И при том это все было на топовых экипажах. Ну а сейчас вроде она вообще никак не меняется, будь то у вас 1 член, 2 члена или вообще Змей Горыныч. В этом видео я хотел бы поговорить об АМХе М4, единственный танк с барабаном, который остался без каморных снарядов. Ну не считая серии АМХ-13, это я сейчас чисто про 90 мм пушки. Батчату считай завезли каморник, АМХ-50 за батлпаст тоже с каморником, АМХ-М4 остался на старой доброй школе на сплошных снарядах. По видео на фоне вы кстати можете понять, что они довольно неплохо дамажат, может быть как-то их внезапно подкрутили, но я просто на нем давно очень не играл, тут что-то поехал и он прям реально нормально дамажит. В отличии от того же батчата или АМХ-50 за батлпаст, у нас тут на М4 установлен еще старый барабан, который в себя вмещает всего лишь 8 снарядов. В батчате там уже другой барабан, идет он на 12 снарядов. Перезарядка тут такая же, 6 и 7 секунд, вне зависимости от экипажа. Барабан, ну он же автомат заряжания. Вертикальные углы наводки минус 10, а скорость поворота башни 28,2 градуса в секунду, это на экспертах. Опять же мы больше походим на АМХ-50, чем на тот же сам батчат. Если вот сравнивать с АМХ-50 за батлпаст, то у нас масса составляет 52 тонны. В отличии от АМХ-а у которого 46 тонн, при том что двигателя у нас одинаковые. Отсюда и максимальная скорость у нас всего лишь 51 км в час. Ну для среднего танка на самом деле на боевом рейтинге 6-7 это более чем достаточно. Задняя скорость тут тоже довольно приятная, она 19 км в час. Брони у этого танка для его боевого рейтинга можно сказать, что почти нет. Корпус, да, там держат, есть щечки в которые он пробивается, но и в основном залетает в погон башни. Мы можем танкануть какие-то 85 мм пушки, но как правило если они стреляют в башню, то сразу это ваншот. Мы же с вами стреляем только сплошными и фугасами. Рекомендую возить оба снаряда, особенно фугас в количестве двух штук. Но в этом бою я как правило его не взял, поэтому не повторяй моих ошибок и бери фугас. Надеяться на урон сплошного снаряда такое себе удовольствие. Оно может как задамажить, так и нет. Поэтому фугас это 100% вариант по каким-нибудь М18. Ни теплока, ни ПНВ, ни дымов, ни лазерного дальномера ничего тут нет. Данное АМХ можно смело назвать старичком французской ветки. Танки, которые я с ним сравнивал в этом видео, они конечно превосходят его, но и боевой рейтинг у них тоже выше. Но все-таки каморничек можно было бы и завести. Досматрив видео до конца, уважаемый танкист, пиши что думаешь об этом танке и вообще о французской ветке в целом. Какие танки тебе больше нравятся, а какие ты обошел стороной. В описании под видео ты найдешь ссылки на дискорд, лего и мою реферальную ссылку, перейдя по которой купив что-либо, ты получишь скидку и мою наклейку. От себя же хочу добавить, что механика пополнения барабана это то, что было нужно сделать давно. Но я не знаю чем было обусловлено такое пополнение боеукладки первой очереди в этих барабанных танках, но сейчас это прям песнь. Можно сказать что бальзам на душу. Все кто играет на танках с боеукладкой первой очереди, где она составляет там от 5 и там до 10 снарядов, меня поймут. Наваливай побольше лайков и конечно же досматривай видео до конца и подписывайся на мой канал. В педе тебя ждут еще обзоры на танки, стримы и возможно даже какие-нибудь розыгрыши, но это не точно. Приятного просмотра. У челов нет шанса на таком респауне. Их просто расстреляют в борт сейчас. Половина из них ливнет. Кто-то возьмет ледку, попытается заштурмить, почистить, но ничего из этого не получится у них. Тут не выиграть. Тут надо бороться вот за эту сторону. Как бы продавливать и вот сюда поджимать. По-другому, если ты поехал в город и там сдох, то с респа тебя уже не выпустят. Все. Ты на респе останешься. Вот, ну, смотрите, как весело, да? Разработчик делает прямо над респауном, прямо над респауном, гору. Как это классно, да? У меня тип тоже поднимается сюда. Ой, он еще и в КД. Тут не один. Ну, посмотри на это. Это очень дисбалансный респ. Так, ну, уже можно. До башни попадать. Там БК лежит. Хотя можно и ВЛД жахнуть ему. С такой позиции я его пробиваю. Вон он. Еще поехал. Смотри, какой сладкий. Ммм, вкуснятина едет. Как ты собираешься выезжать с респауна? Просто скажи мне, как, товарищ разработчик? Если у тебя гора. Неплохо. А мой танк, конечно. У меня бобрит летит тип, да? Ой, не надо. Ну. Машинку победил? Вот еще одна машинка победил. Ну, камон. Это фраг-курьер просто приехал. О чем он думал, когда ехал на меня на М56? М56. М56. Это такой АМХ, как бы, ну, он очень старый. Сейчас же есть батчат с камборником, с дымами. АМХ 50, батлпассовский. А тут, как бы, ни дымов, ни ПНВ. Тут ничего нету. Реально. Тут нет ни хрена вообще на этом танке. Есть только барабан на 8 зарядов. И все. Ну, и ядерка, которую я набил. А, ну, еще не пробитие. Ладно. Мне 500. Бомба. Не бомба. На. Но. Очки быстро текут. Я не буду выпрыгивать, да? А, наведение-то печально. Я просто не долечу, наверное. Уж очень больно здесь весело стоять. Он не видит из-за дыма ни хрена. У меня самолет душит. Не стукай. Подожди. Постой, дружок, отдохни. Куда ты поехал? Зачем тебе ехать на точку? Ты видел, сколько там народу на точке стоит? Там вся команда. Останься со мной здесь. Тут и я, и ты. Не, может было, конечно, ядерку делать. Но мне было лень выпрыгивать, сорян. Это надо сейчас лететь. Кстати, тут лететь пришлось бы 8 километров. Но это куда веселее, когда ты проверяешь урон танка. Мы же тестим урончик. Ну, урон неплохой. При том, что я, конечно, стрелял по не особо крепким танкам. Всякие джамбо там и прочее. Но по ним урон залетал нормальный. Для сплошного снаряда. Вспомните, как я играл на АМХе. О, не на АМХе, а на Шермане, французском. Вот этот М4. Сейчас покажу, который. СА50, который вот этот вот. Здесь пробитие у него 200 с копейками. Там 215. А я играл вот на этом. Вот. М4А4, СА50. У него 5-0. И сплошной пробивает, ну, 200. Считай. Так, вот этот сплошной дамажил так, что мне приходилось стрелять по 3 раза в танк. Ну, то есть, выезжая в танк, я ему стреляю в ВЛД. Это 3-4-8-5, там, мехвод. Стреляю в борт, там, заряжающий. Мне по 3 раза надо было стрелять в танк. По 3 раза с Шермана. А тут, ну, тут все прям нормально с уроном. Продолжение следует... Продолжение следует...